Привет! Начало новой недели и достаточно интересной недели. Сделала вам небольшой обзор. Сало для массажа и реабилитации. Раздевалка для старших классов. Мы уже едем во вторую школу. Решили вам сделать маленький презент на 1 сентября. Что я собираю? Полинки в первый класс. Хочу вам показать еще, какие нам раздали книжки. Как говорят поляки, сегодняшний день это просто массакра. Чем мы занимаемся в моем день рождения? Контент делаем! У меня сейчас будет самый-самый приятный анпакинг в жизни. Я считала, что если я уже смогу себе позволить здесь посидеть и покушать, то для меня это будет... Ребята, всем привет! Приветствую вас на моем канале. И вы смотрите мой 29-й влог. Еще чуть-чуть и будет маленький величек. Но традиционно планы на эту неделю. Неделя обещает быть очень интересной. Но потому что 1 сентября. Нужно подготовиться к 1 сентябрю. Одежду мы уже купили. Нужно приготовить обувь, продумать все. А на этой неделе я должна обязательно связаться со школой, уточнить моменты по Полине. Если с Кристиной у меня еще более-менее все понятно, та же школа, у меня есть либрус, там уведомления, все. У Полины у меня еще ничего нет. Либо я буду к ним звонить, либо нужно будет к ним заехать, там они дают распечатку с кодом и с паролем, как зайти в либрус. В общем, либрус это электронный дневник в Польше. В общем, все эти нюансы нужно узнать по Полине. Потом нужно разобраться с графиком девочек по тренировкам. Если у Полины график у меня понятен, она будет ходить в одно место, то у Кристины ходят у меня в два места. На акробатику и на спортивную гимнастику. Нужно узнать у тренера расписание акробатики и потом под нее подстроить гимнастику. Дальше. Естественно, настроиться на 1 сентября. Потому что у Полины 1 сентября на 8 утра, у Кристины на 12. Это две разные школы. Вы еще знаете, что у меня есть проблемы с машиной. Ее не заглушить. В общем, как-то я должна это все организовать. Все сама, все с Элиной, все с колясками. Потому что Валера на работе. Естественно, это подъем в 6 утра. В 6 утра. В общем, нужно настроиться на этот график. Но, надеюсь, наконец-то я буду ложиться вовремя. В 22 буду уже спать. Еще на этой неделе у меня день рождения. Ну, субботом, 4 сентября, я буду праздновать свои 2 по 18. Планы на праздник, не знаю. У нас, как всегда, нет денег на мой день рождения. Как всегда, это начало месяца зарплаты. И все остальные доходы приходят после 10 числа. Помощь на девочек 500+, вся уходит на их спорт и все остальное. Вообще, не знаю, что мы будем делать. Но хотелось бы отпраздновать в кафешке, о которой я мечтала еще с первого дня переезда сюда. Это такая моя заветная мечта. Да, это банальная кафешечка, но вот почему-то я ее для себя поставила как пунктик моего роста в Варшаве. В общем, вот такие вот у меня планы на эту неделю. Естественно, еще куча-куча всего будет добавляться сверху, как снежный ком, потому что начало школы. Это у Кристины 6 числа, 6 сентября зеленая школа. Ее нужно собрать зеленую школу. Это они едут со всем классом куда-то далеко. Сейчас это по Польше, по старшей класса они ездят по Европе. Но пока с карантином, с этим всем, то они едут на неделю, на 5 дней едут на какую-то базу. Нужно ее собрать, узнать все, что нужно ей. Закупить все школьное я еще ничего не покупала, потому что я жду список, нам дают список, мы покупаем четко по списку. Здесь есть список, чтобы не перебарщивать. Книги дают все в школе. В общем, есть много чего, что есть в школе, что не нужно покупать. У Полины спортивная школа, нужно узнать по физкультуре, там есть нюансы, возможно. В общем, вот такой вот будет очень интересный челлендж у меня, такой интересный квест, новые задания, новые вопросы. Куча-куча-куча всех нюансов. Опять же, это организационные моменты. Ну и мой график. Это будет что-то вот такое. Потому что я, опять же, одна. И с учетом, я опять же повторюсь, что машину нельзя глушить. Для меня это будет очень интересное, очень трудное задание. Короче, нужно продавать эту машину и брать другую. В общем, ребята, если вам интересно, как пройдет моя неделя, чем она закончится, как я проведу свое день рождения, как я его отпраздную, смотрите это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Исправьте эту ситуацию, нажмите на кнопочку, нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда выходит мое новое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада читать все ваши комментарии. Я всегда на все комментарии отвечаю. Я всегда стараюсь под ваши комментарии подстроить запись своих видео информативных, не влоговских. Сейчас, в общем, подписывайтесь на мой канал, все буду рассказывать в этом видео, в этом влоге. Буду с вами общаться через этот влог. Так что, поехали! Привет, понедельник! Привет, начало новой недели и достаточно интересной недели. У меня уже загружен, наконец-то, влог на YouTube-канал. Это еще тот челлендж. Только сегодня я его, наконец-то, смогла загрузить на YouTube. Два дня выгружала, да, с программой iMovie. Вчера Валерия меня все-таки уже переупредил сесть за компьютер и на компьютере работать на другой программе, не в iMovie. Потому что что-то прям iMovie меня расстраивает. Вот у меня новый влогик. Сегодня он уже выйдет, 23-й. Я уже при макияже. Сейчас переодеваюсь, сажусь быстренько, записываю видео для челленджа. Сегодня я хочу записать минимум два видео, может, у меня полчаса даже и три. Наконец-то их смонтировать и загрузить, чтобы они уже выходили четко и вовремя. Сегодня нужно решить много вопросов по поводу организации графика. Жду ответ от тренера по акробатике, насколько тренировка. Вообще, какой график теперь у Кристины был. Теперь нужно как-то это все расписать, распределить. Хочу все-таки позвонить в школу, уточнить все моменты. В школе в Полинино, если к Кристинину все понятно, то в Полинино все-таки хочу позвонить. Ну и много таких организационных моментов. Еще нужно съездить в магазин, купить что-то. Подарок девочкам на 1 сентября. Последовательно, что делает, что за чем-то. Всем привет! И вы на канале Натках. Нифу вадик. Сейчас мы будем делать пилат из фитнеса, что это там такое. Руки расставляем, потом вверх. Давай. Ку-ку-ку. Ку-ку. 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 Ай. Давай будем давать. Продолжаю отсчитываться. Перед вами что я ем. У меня вот такой вот супа-бульончик с макарошками, с курочкой. И такие вот брускетки. Это хлебушек-тостер и паста. Очень вкусная. Особенно супчик так люблю, когда он только-только готовлен. Это домашняя идиллия. Мы приехали в Аркадию. Идем смотреть подарок девочкам. И она закончилась. Вода. Нужно купить воду. И куриное пиле. И едем домой ужинать. Мы сегодня на ужин пюре. Отбивная. И салат-морковка с плавленными страчками. Почти слюнка потела. Доброе утро. Да, это, видишь, чьё-то. Чьё-то дом. Дом на колесиках. Доброе утро, вторник. Мы бежим в поликлинику. Нет. Надо. Нет. В общем, я забыла, что у нас на сайте. Сегодня запись. Ну, как бы запись. Нету там записи в лабораторию. Сдавать анализ крови. Но надо было в конце августа. И почему-то у меня в ежедневнике написаны именно сегодня. У моём записнике. Сейчас 10 часов. Не знаю, или они ещё работают. Я так не смогла найти информацию, на скольки они работают. Как-то на... Не нашла, в общем. Идём на бум. Надеюсь, что они ещё работают. И у девчонок возьмут анализ крови. Там у них очень плохой один показатель, который отвечает за аллергены. Ну, в общем. Идём. Ещё сегодня у Элины поход на массаж. Её будет смотреть эллиотолог, или нужно продолжать массаж ей, или нет. Посмотрят её, и уже скажут. Там будешь, походу, три дня. Ну что, мы идём назад. Мы опоздали на полчаса. Работает... Ну, написано до 9, до 9.30 максимум. Нам сказали, что могли бы принять, но здесь ещё. Эх, ладно, что-то будем придумывать. Потому что с 7.30 до 9 работает. 7.30 это... Ну, выезжать уже в школу надо в это время. Не знаю, когда мы теперь должны сдать анализ. Дотянули, короче, мы и дотянули. Ладно, будем что-то думать. В общем, посмотрите, сколько осталось у нас суши. Из тех 100. Это вот с учётом, что я ещё вчера пару суш съела, Валеру пару суш съела. Вы можете посчитать, да? 2, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 20. Идут у нас сколько ряд? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на пять, 25, 45. Ку-ку. 45. 50? 52. Осталось. Ровно половина осталась от 100. И понимаете, да, что они не очень уже свеженькие? И не такие вкусные, как только сделаны. Поэтому, вывод, на двоих человек нужно заказывать максимум 30 суш. Вот максимум. Чтобы они были свеженькие. 100 не съедаешь. На большую компанию даст 100 вообще идеальный вариант. Ну, будем есть. Будем есть. Ку-ку. 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 Что для тебя? Так, мама, ты тоже есть. Ку-ку. Ну, давай. Так. ДАП, где я сэм, ДААП. Пропрошу тебе. ДАП. Ну что, ты тебя замочил, это сам, так? Ну, пока, кажется, царалась. Ну, и теперь. Пока мы тут одни в зале, сделаем небольшой обзор, это сало для массажа и реабилитации, тут я, один стол, тут два специалиста работают, второй стол, это все местные, куча игрушек, это все дезинфицируется, вот такие всякие мячики, вот такая игрушечка, такая игрушечка. Ну, вот очень много всего, прикольно здесь. Здесь на месте сразу же, пожалуйста, ковинатор, умывальничек, все есть. Я продолжаю работать над своим творением, сейчас осталось озвучить вот эту часть, там, где идет музыка, там, где я делаю массаж, и, в принципе, видео готово, и запускаю его на YouTube. У нас вечерние приготовления к завтрашнему дню. Заряжаем подарки. Друзья, друзья, заряжаем подарочки, один, второй. Школьная форма ждет, шторишки, футболочки уже поутюжены, все на завтра, кроссовочки уже чистенькие, помытые, беленькие стоят. Я сейчас несу вот эти, раз меня вот этот человек не слазит просто. Еще сумочки, я показывала в каком-то влоге сумочки еще. Хотите узнать, что там? И, 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 и узнаете завтра, когда мы им подарим. Так что продолжайте смотреть это видео до конца. Такой немножко, знаете, этот влоговский прием. А интрига, интрига, интрига. Это будет скоро, буквально через пару минут для вас, в этом видео. Чего тут у нас в лес? Посмотри, куда завес? Как хвост торстит. Хвост. Ты что там делаешь? А, телефон поснимай. Что, кого? А, он пролез туда. Я нашла еще вот такие закулочки. Мы покупали, я их заказывала в Украине у девочки, это ручная работа. Смотрите, какие они классные. Темно-синие, они реально просто подойдут. И, как вы видите, чья-то рука на фоне. Кто-то уже поспал. В общем, мне завтра вставать в шесть утра. Как вы видите, человек уже все, он выспался. Полный сирен. Что там, папочка, получается? Да, сейчас ты там. Давай, бай, бай. Доброе утро, доброе утро и среда. Мы уже в лифте, как вы видите. Выходите. Короче, я планировала одеть одно, а дело в конечном итоге вообще совершенно другое. Брюки, рубашка, пальто, теплые. Девчонки тоже с шарфами, теплые, с косухами. Давай, давай, давай. Поехали. Как это интересно выглядит. Это такая... Как это шатня? Как шатня переводится, Кристиша? Раздевалка. Для старших классов. Это уже, наверное, идет от четвертого. Класса шесть, семь, пятый. Тут вот третий класс, смотри. Восьмой класс, восьмой Б. Прикольно. В общем, вот так выглядят переодевалки. Переодевалки у старшиков, у младшиков. Потом сниму. Школа нашей Полинки. Смотрите, что есть в этой школе. Самое главное. Забрали батуты. Здесь расставляются батуты. И дети занимаются спортивной акробатикой. У Полинки в другом крыле классно. Там много детей, родителей. Не хочу сейчас снимать. Школа маленькая. В каждом классе... В каждом годе по два класса. Первый А, первый Б. Второй А, второй Б. И вот так вот. Наше крыло вот там, в ту сторону. Еще, еще, еще. Мы уже опаздывали на три минуты, чтобы себе понимать. Здесь всегда все во время начинается. Прямо за машиной стоит паркомат. Я думаю, ну все, идеально. Сейчас быстренько заплачу и побегу. И что вы думаете? Я минут десять стояла возле паркомата. Он не работал. Он просто тупо не считывал. А если не оплатить, то тут очень большие штрафы. И в конечном итоге я стояла, стояла, стояла. Пыталась, пыталась, пыталась оплатить. Психанула. И мы побежали на... И мы опоздали. Мы пришли в конец почти самый. Ну хоть книжки получили. И ключик от шкафчика для переодевания. Так что оставила машину без оплаты. В общем, весело. Мы уже едем во вторую школу. Теперь в Кристинину. Будет все подольше, посерьезнее. Потому что мы будем обсуждать сразу же зеленую школу. Зеленая школа это экскурсия. Они едут в куда-то на спортивную базу. Не помню город. На пять дней. То есть обычно это проходит в мае. Но так как в мае был карантин у них. Они вышли только в июне в школу. И вот решили майскую зеленую школу перенести на сентябрь. Сразу же в начале. Потому что в том году карантин начался с октября. Закончился аж первого июня. Поэтому в этом году решили не рисковать. И прошлогоднюю зеленую школу перенести на сентябрь. А если все будет хорошо, в мае будет опять зеленая школа. Но посмотрим, или в мае она будет еще учиться в этой школе. Потому что я подумываю все-таки их в одну школу записать. Полин посмотрим. Куда в какую. Полину в спортивную. Кристину к Полине в спортивную. Или Полину к Кристине назад. Я еще ничего не знаю. Такое еще не знаете. А там не спортивная у Кристины школа. И что здесь? Ну, неинтересно, не спортивная. В общем, едем. Ну, найти паркинг место сегодня, конечно, еще хороший челлендж. Я сделала три круга вокруг школы. Ничего не нашла. Ну, три раза. Елена проехала. Ведь я решила увеличить радиусы. Сделала еще один круг. Ничего не нашла. Опять проехалась вокруг школы по меньшему радиусу. Ничего не нашла. Решила еще два раза увеличить круг. Конечная методия поехала вообще достаточно далеко. Теперь я иду. Девчонок я высадила сразу же на втором круге. Я поняла, что это будет долго. Я боюсь, хотя бы шли. Может, я его пришлют в школе. Мы тут пришли на мороженое. И здесь мороженое, смотрите, в булке. Решили попробовать. Вот так выглядит булочка. В нее ложат мороженое. Смотрите, сколько всяких посыпок. Мама, там две булочки надо. Не одна. Я себе выбрала вот такое. Кокос каравели прожженого фисташка. Не знаю, что это. Это Кристина стандартный шоколад. Полинка белое мороженое. Тут еще столько есть интересных. Батча. Вот это прикольное. Смотрите. Трамонто, малиновый йогурт, пизе, зрубниш, карканто, динотто. Очень прикольный. Хоть перри все попробуем. Итак, по цене вышло 42 злотых. Видите, если берешь 2 шарика за 6 злотых. Вот 2 шарика, 3 шарик. 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 3 шарик нет в подарок. Галка. Самые счастливые дети. Подарок. Что, хотите? Подарок тоже. Какой подарок? Ну, вот я вам подарок купила мороженое. А мне мороженое, типа, как бесплатно. Ну, типа, как за дешевле. Мороженое всем, а сама булочка. Нам принесли наше мороженое. И булочка горячая. Только свежеприготовленная. Это просто мега вкусно. Как тебе? Нам, ты еще не попробовала, уже говоришь, что ты не любишь. Ну, я еще попробую. Но выглядит очень вкусно. Как вам? Булочка обалденная. А темночка, а то все лучше. Мне тоже не нравится. А я тишни рисую. А у меня какой-то бонус. Видишь, у вас нет бонус? У меня есть. Можно? Попробую. Я нашла тут домик. Помните, мы были на реабилитации с Элиной. И она игралась в обычной поликлинике в городской на бесплатной реабилитации. Встретится на домик. Вот она им игралась. Она вот этой обезьянкой игралась. И там еще... А, она еще играет. Блаз. Сама, конечно, тоже. Мы пришли в Аркадию поужинать. Мой супер ужин. Ну, я так хотела. Я хотела просто рыбку и просто сырный супчик с гренками. А папочка никак не может решиться, что он хочет. Сиди, думай. Мы пришли скупиться. Купили Полинке. Взял я такие обложечки разных цветов. Смотрите, вот показываю вам. Желтая, зеленая, оранжевая, синяя. И смотрите. Одноцвет. Однотонные. Вот такие она себе вырвала. А, прозрачная однотонная. Такое она себе вырвала. Хочу вам показать. Какие прикольные тетрадки. Сразу же, типа, прописано. Язык польский, биология, что тут язык немецкий, широда. Она такая прикольная, на ощупь прикольная. Мам, смотри. На диван садитесь. Мы, в общем, тут с флага подумали и решили вам сделать маленький презент на 1 сентября. На ваш первый звонок. Чтобы целый год... Первый. В этом буду первым. Да, в этом буду первым. Чтобы этот учебный год были умничками и помнили о том, что мы вас очень сильно любим. Мы вас поддерживаем во всем. И мы хотим, чтобы вы трудились и старались. Изо всех сил. Делали больше, чем вы можете. Окей? И мы с папой... Но вам нужно будет выбрать цвет. Потому что мы думали, 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 кому какой. Ну, давайте я скажу, какой я думала кому. А вы уже скажете, или я права была, или нет. Я думала розовая листинка и фиолетовая полинка. Но, возможно, вы захотите поменяться. Я... Я фиолетовая. Это такая сумочка, которая одевается на... Вот так, через плечо. А, ну, что это за сумка, мам? А еще она может одеваться на талию. И там надо сузить ремешочек. Не, ну... Там вот у тебя есть, типа, сужаются ремешочки. И будет... Ну, сейчас покажите. И такой вот. Вот вам как раз сумочка, да, ваша кошелечка. Класс? Да. Вам понравился подарок? Да. Да? Да. Будете умничками? Да. И это все? И день рождения, Новый год. Все, 1 сентября. Все, хватит. Все, дети отдыхают? Да. Нет. Катя? Нет. Да. 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 Скоро, помогай. Ладно. Пальчик, лучший. Эй! Тут еще свои у нас есть. Ну что? Тут у нас есть Кристина. А тут у нас есть Полина. Зульти. Это что? Это жутко, Вань? Ну да. Аккуратно. Ну, Полин, не судьба. Все. Что там включился? Что там? Пароль? Какой пароль? Какой пароль? Не скажем. На камеру так точно не скажет. Все, идите спать уже. Эй! Все, идите спать. Спокойно. Спокойно, Натюшки. Ты ищешь пароль, Полин? Нет. Тут зарядка, Кристин. Зарядка. Как не было. Пароль скажите. Мама, походу, не знала, что есть зарядка. Я такой, два, два, три, два. Мы вам скажем, девчоночки. Вы сейчас заблокируете. Заблокируем. Ну что, вы довольны? Да. Кристина. Это все? Еще одну минуту. Нет, там еще машина во дворе стоит. Каждая по машине. И осталось такое, чтобы вам выступнуло по 18, чтобы вы могли уже ездить на ней. Ну что, все? Да, это вы довольны? Да. Очень. Я, вот честно, я всю жизнь мечтала о таком подарке на 1 сентября. Просто подарок без повода, правда? Да. Все. Мы их потеряли. Потеряли. Девчоночки, ну надо идти ложиться, надо отставать. Ха-ха. Вы думаете, я люблю вас спать? А нет, Тушки, я тут собираю Полинку. Подписываю все абсолютно. Видно вам сейчас фокус. Сейчас все соберу плюс-минус по списку. И уже завтра утром вам покажу. Просто буду складывать все в рюкзак и покажу, что, как, чего нужно в первый класс в нашей школе в Польше. А я так хотела снялась спать в 10. Может, в 10-12. Успеть буду в 12. И спать уже будет круто. Ладно, хочу вам показать еще, какие нам раздали книжки. Вот такая книжечка. Это с библиотеки книжечка. Видите, ей уже пользовались. Тут немножечко есть наклеечка. Кто-то уже пользовался ей. Теперь мы и всего на троих детей. Книжечка рассчитана. Это у нас игра в кольюры. Интересно. Будут изучать цвета, стихи. Наверное, это, как я так понимаю, на логику. И дали вот такую упаковку полностью новая, запакованная. Это как бы нужно будет сдать потом назад. Но я вам скажу, что Кристине каждый год выдают фактически новые книжечки. То есть они прям, прям ничего не нужно покупать. Вот все, все дают готово. И на английском тоже дадут. Сейчас я распакую и покажу вам, что здесь есть. Так, ага, все, я поняла. Это у нас книжка, которую нужно будет сдать под бренчник. Это игра в цвета, игра в кольюры. Это чучение, это ее рабочая тетрадь, в которой она будет писать, все записывать. Ой, интересно так. И это уже останется ей. То есть это она заберет себе. Это сдастся в библиотеку. Дальше у нас тут музыка. А, это, я так понимаю, это польский. Это польский. Все, я поняла, потому что тут все храфт, кольюры. Музыка. Карты працы. Тоже это она здесь будет себе учиться. Нотка. Это тоже ей останется. Дальше. Сберзадань до математики. Это тоже, так понимаю, тетрадью рабочая. Ну, прикольно смотреть. Это все ее тетрадочка. Так что, и это у нас такой интересный загар. Тоже математика. Сберзадань. Это математика. А это, наверное, уже книжка. Нет, тоже задания. Тоже они будут писать здесь. Считать все. Так. Здесь у нас что? Тетрадь каллиграфии. О, здесь они будут учиться писать письменно. Смотрите, как это интересно выглядит письменно. Ябонь. Это буква Уль такая с кресткой. Ой, как красиво. Я бы сама тоже себе подтянула письменный. И здесь что-то очень большое такое. Сейчас я открою. И какой-то диск. Информатичный, да, Катя. Включим, посмотрим. А здесь у нас какая-то папочка. И вау. Смотрите. Они будут клеить наклеечки. Это же просто бомба. Это просто мега. У них было что-то подобное в садике, но мне не дали домой забрать, чтобы я отсняла. Смотрите. Видим, тоже здесь всякие наклеечки. Очень красиво. Что входит сюда. Прикольно. Класс. И вот такие карточки здесь. Для всего. Очень красиво. Очень прям. Ну, просто книги, конечно, в Польше. В Украине, конечно, еще слабенько с этим. Как-то вот тут настолько они красочные. У меня была Кристина в первом, во втором классе в Украине. Как бы мне есть с чем сравнить. Поверьте. Просто, ну, как бы, минималистично, лаконично. Всего по чуть-чуть. У Кристины там были стосы книг, тетради. И все очень так, ну, красивенько. Такие новенькие. Такие прям цвета. Это ж, ну, это вообще... Ничего не нужно покупать. Вот такое, по-моему, все в Украине покупали. Вот эти все рабочие книги, тетради. Книги нам выдавали. Ну, тут выдали только одну книгу. А там еще куча книг выдавались. Но они в таком были состоянии. Печальнее, конечно. Конечно, да. Супер. Все, пакую. Что еще хочу отметить? Анастетику Антоники, да? То есть легенькая книжечка. Не нужно надрывать спинки. И здесь часть первая. И потом, когда они закончат часть первой, им дадут часть вторую, часть третью, часть четвертую. То есть не нужно одну большую книгу носить целый год. Они будут меняться. Чтобы ребенку было не тяжело ее таскать с собой. Хотя книжки, все, тетрадки, абсолютно все остается у них в шкафчиках. У каждого ребенка есть шкафчик, в который они ставят все свои книги. Все-все-все абсолютно. Им только у бутербродницу с собой носить и водичку. И все равно, чтобы даже с гардеробной им не нужно было на первый, на второй этаж нести тяжелый рюкзачок. Ну что, показываю вам, что я собираю Полинке в первый класс. Что нужно взять на сегодня. Рюкзачок беру небольшой. Вот такой маленький. Туда мы складываем книжки все наши. Все абсолютно, потому что они будут все лежать в шкафчике. Книжечки, тетрадки. Раз, два, три ложу в линейку. Хотя сказали две, но я взяла три в линейку. Цветная линейка. Рекомендовали цветную взять деткам, так легче будет. Одна в клеточку. Сказали на 32. На 16 нужно было взять, но Полинка выбрала на 60. И вот такой вот у нее будет дневничок. То, что я вчера заполняла, вот уже наклеено. И это я тоже даю ей. Карандашики, упаковка. Обязательно подписано все у нас. В пенале у нас два карандашика уже поточенных. Ножнички, клей, точилка, линейка и резиночки. Потом она эти карандашики себе достанет и положит их все сюда. Обязательно сменка. И обязательно с белой подошвой. И на тренировке белая футболка и синие шортики. Можно было черные взять. И обязательно положить все в ворк, который будет подписан. Вот он у меня подписан из двух сторон. Складываю. А еще бутербродницу, да? Еще бутербродницу. Ну, привет, четверг. Как говорят поляки, сегодняшний день это просто массакра. Он только начался без 5-10. А у меня уже просто... Я уже с ума сажу. Все началось с ночи. Элина вообще не спала всю ночь. Вот просто не спала. Она плакала всю ночь. Она хотела быть только у меня. Никто ее больше не устраивает, только у меня. Я, естественно, не выспалась. День у меня стоит на 6. В 6 я проснулась, взяла телефон в руки и с ним уснула. В руках. Вскочила в полседьмого. Хорошо, что хоть в полседьмого. Она меня не отпускает, ревет. Это просто. Я ее кормлю. Естественно, это надо время. Бегу в ванную. Пока я почистила зубы. Бужу девочек. Они не могут встать, потому что они тоже поздно легли вчера. Потому что получили подарки. Естественно, они должны были с ним немножко поиграть. Не могу их добудиться. Добудилась их. Смотрю, уже без 10-7, а нам выезжать. 7-10. Это просто. Я быстро начинаю все собирать. Я вчера так и не собирала Полине вещи. Обложки так и не одела. Куча документов. Я думала, утром встану, подпишу. Спокойно засниму вам видео. Вообще просто ничего. Недного документа не жгоннула. Что за документ? Документы на продленку Полине. Документы по здоровью. Документы в школу. Там много чего без чего. Скорее всего, ее на продленку сегодня не оставят. Потом нужно еще заплатить обеды срочно. Потому что я могу не дать обед. В общем, пока не покушали. Они такие сонные. Пока оделись. Пока собрали бутербродницы. Чай. У Кристины поломался термос. Берем другой термос. Тоже поломанный. Она не знает, куда взять. Даю ей свою кружку уже. У меня тоже есть моя термокружка. Все, собрались. Все. Еще Кристинину куртку. У нее такая была плащевка. Крутая, тепленькая, желтая. Классная. Я ее купила. Она как матовая плащевка. Ну, очень классная. Я ее купила по распродаже. Как раз в конце сезона, весной. Я не могу ее найти. Она где-то ее потеряла. У меня у Кристины есть с этим проблема. Она просто теряет вещи. Это просто. Она где-то потеряла спортивный костюм в школе ей давала. Она не знает, где он. Куртка. Я догадываюсь, что, скорее всего, тоже она где-то в школе ее оставила. Куртка стоила сто с чем-то злотых, чтобы вы все понимали. Но она очень классная. Она как раз сейчас на вот эту погоду дождливая. А сегодня они идут на экскурсию в парк Лозенки Курлевски. И погода сырая. Вот такая дождливая. И нужно было одеть как раз вот такую куртку, которая не промокайка. И у нее больше нет курток, естественно. У нее есть куртка зимняя, у нее есть кожанка, но на эту погоду она не подойдет. У нее есть теплый батник. Но батник под дождь, вы понимаете, не подойдет. Я просто... У меня опустились руки. Я настолько расстроилась. Я просто хотела расплакаться. Во-первых, ничего не успеваешь. Во-вторых, у нас не хватает денег. Нам не пришли деньги добрый старт на детей. У нас есть долг на гимнастику, мы не можем сплатить. Экскурсия в школе оказалась... Школьная экскурсия оказалась стоить не 650 злотых, а 850 злотых. Опять тебе 200 злотых. Ты как раз эти деньги держала на гимнастику, чтобы отдать за тренировки. Кристина с этой курткой. И я просто... Садимся, выходим уже обутые. Все, я беру телефон, смотрю, без 20, 8. А без 10, 8. Полине уже надо быть в школе. Ну, мы опоздали, конечно же. Мы приехали в 8-10. Опоздали, аж на 20 минут. Это ревет всю дорогу. Просто всю дорогу ревет. Она вот ни в какую. Мы опоздали. Там вход другой оказывается. Не главный, не парадный. Другого входа надо. Полина не могла найти свою маску. Она без маски. Какой-то мужчина шел, он мне показал с ребенком. Он как раз вел ребенка. Показал, как зайти надо в школу. И у них оказалась запасная маска. Он мне дал маску. Забегая в класс, дети уже стоят, типа, выходить куда-то. У всех на партах все уже разложено. Все стоит. Моя Полина залетает. Все, что некуда ей. Блин, друг дом. Сейчас здесь часовая такая голодная, я есть хочу. Она не дает. Она просто сидит на руках, плачет. Одной рукой приготовить мечение, возможно. Короче, у меня просто реально еще та массакра, если не сказать похлеще. Я не знаю. Кристина потеряла легитимацию. Это ее документ, что она школьница, который нужен на понедельник на выездную экскурсию со школой. Нужно делать фотографии. Фотографии нет. Нужно ехать делать фотографии. Это стоит денег. За то, что она потеряла легитимацию, нужно заплатить штраф. Там 9 злотах. Но все-таки, да, нужно это все зайти, через интернет сделать. Проездной. Ой, простите, Кристина потеряла и легитимацию, и проездной вместе. Это просто, я не знаю, это... Не знаю, мне хочется сейчас просто так все бросить, кинуть. Зла, я сейчас очень злая, я очень уставшая, и я не знаю, куда дальше делать. И как все это успеть. Еще нужно оплатить туристическим ботом Кристине эту экскурсию, потому что так и не оплатили. Там ЗУ что-то не работало, платформ. Вот, знаете, вот если идет, то так идет, вот это так прет, вот эта черная полоса. Чтобы ты просто не знаешь, когда же наконец-то она остановится, потому что сейчас тебя просто придавит. Начинаю заполнять документы, только изначально хочу их все отсканировать. Ох, жестокая реальность, да? Или реальная реальность? Ну, как есть. В общем, хочу отсканировать сначала эти документы, чтобы потом, снимая видео, у меня были уже бланки заготовки. Ну, и чтобы было логичное какое-то видео, чтобы мне в интернете искать информацию о реальном мире. Мои варианты. Мой путь, в общем, документы, с которыми столкнулась я. Сканирую, заполняю, оплачиваю по линии обед. Оплачиваю Кристине штраф. Привожу себя в порядок. И надо посмотреть, сколько их забирать. Уже пол первого. Скоро их уже надо забирать. Кристинку. В общем, ну... Думала, станет легче, когда они пойдут в школу. Но пока не очень. Уважаемая. Да, уважаемая. Зачем вы так себе одели шапку? Я же одела вам вполне нормально, прилично. Красиво. Значечком вперед. Что же вы ее развернули, как пилотка? Уважаемая. Уважаемая. Не надо тут морозиться. Типа вы увидели кота, и вы уже меня не слышите. Эй, уважаемая. У меня тут полным ходом еще идет монтаж видео для челленджа. Пока я чищу свой диск Google Photo. Вот у меня грузятся фотографии. Вычищаю. Потому что... Видите, что происходит? Я не могу получить ничего абсолютно по почте. А для того, чтобы добавить электронный дневник Librus Palinkin, мне нужно, чтобы на мою почту пришло сообщение, и я должна его подтвердить. Ну, приходится делать это. И заодно я решила еще быстренько домонтировать видео, которое я уже сняла. Это плечевой мост упражнения. Оно просто бомбическое. Я показала, конечно, в этом видео только базовую версию. И пока делаю параллельно там работу, делаю здесь работу. Элиночка спит, еще я хочу пообедать. И уже мне нужно ехать срочно делать фотографию для Кристины и ехать забирать Кристину, потом Полину. Потому что там еще куча документов надо Полине довезти, которые я должна была утром занести. Горе-мать. Горе-мать. А вы спрашиваете, как я все успеваю? Да где я все успеваю? С долгами все успеваю. Эти какие-то нюансы. Так что, ничего я не успеваю. Все. Сегодня вообще прям, все непросто. Это самый худший день, который, наверное, можно представить. Такой неорганизованный. И я так надеюсь, что Кристина найдет свою куртку в школе, что я вам просто не упрячу. Я настолько расстроена. И мне так жалко, что я не могу передать просто. Просто не могу передать. И она ей нужна будет сейчас на экскурсию. И я не знаю. А у меня просто нет денег сейчас купить. И куртку опять на экскурсию. Ту, которая не едет. Я не знаю. Просто. Просто. Такое. А у меня еще через два дня рождения. И у меня просто... Ай. Вообще нет настроения. На день рождения вообще никакого. Что, я ем на обед? Доедаю свои суши. Это все. Четыре последних осталось. Еще осталась упаковка маленьких. Я, кстати, эти суши чуть-чуть погрела. Буквально чуть-чуть. Потому что из холодильника они были просто ледяные. Ну так, чтобы ощущать хотя бы, что это не перекус. Знаете, как салатики. Что это еда. Потому что все. Я уже буду лететь. На улице какая-то такая погода. То очень холодно, то очень жарко. Ну просто. Ну как ты? Это хорошо. И мне даже оценку пять поставили. За что? И, кстати, мне западали добрый. Потому что я слушалась. И много вопросов дали вот это. А-а-а. Класс. А за что тебе пять поставили? Потому что я хорошо сделала, но не за линии. За линии вообще не выходила. А, писали? Да. А, видишь, не здравого тебя целое лето мучило писаниной. Правда, украинские буквы. Ну ничего. Давай, где твой шкафчик? Такая у нас ссатня. Это для второй Б, первой Б. А-а-а. Вот наша семья. Давай, бегом, открывай. Потому что там Кристина в машине сидит. Ку-ку. 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 Она сказала агу, да? Да. Агу. Слушай, поехали. Там еще пробка. Будем еще долго ехать. Скажи добле... Добле утля. Пятница. Ку-ку. Мы уже возле школы. Ку-ку. Кто там? Привет. Чипа, Сека. Как ты ухалился, когда выспишь? Как же молоденько? Не помню. Мы сегодня впервые не опоздали ни в одну, ни во вторую школу. Но, конечно, да. Выехали всем в 10. Да? Да? Бенни. Бенни. Ушел? Ушел? Ну, зачем ты открыла окошко? Он хотел с тобой играться через окошко. Вот ты взял и открыла. Так он не любит. Через окошко любит. Смотрите на наши окна. Стекла. Эти дети. Эти дети. Бенни. Ты уже стоишь. Ой, взрослечка. Э-э-э. Нет. Возон нельзя трогать. Элина. 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 Нельзя трогать возон. Нельзя. Да? Бенни. 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 Иди к нам. Иди к нам. Давай, поиграем. Да. Скажи, давай поиграем. Этот кот не хочет играть миски. Бенни. Бенни. Уходит, смотри. А не, не. Идет на балкон хочет. Обходит тебя стороной. Да? Да. Бенни. Все. Не трогай возон. Элина. Элина. Эли... А, дай попу. А-та-та-па-попе. А-та-та-па-попе. Нельзя трогать возон. Кому морозинка на велосипеде? Прикольно. Развозит мороженка. Я иду попасть в кофе. Так, хочу кофе. У меня дома уже закончилось. Остался только этот косовый флейпад, который я брала. Вот этот новенький в Карфоле. Вообще мне никак. Просто. Не зашел. Он какой-то такой густой идет. С каким-то таким осадком потом внизу. И его мало получается. И по вкусу он мне... Нет, все-таки вот тот капучино, который я вам показывала, зеленый интенс, самый прикольный. И иду в Коста-кофе. Возьму себе кофе. Возьму какую-то сейчас себе булочку. Прогуляюсь чуть-чуть. Я уже очень много работы сделала. Кстати, вставать через утра это очень классно. Столько всего успеваешь сделать. Полдня прошло, а я уже сделала... Ого, сколько. Вернусь домой. После прогулки. И поеду мы менять костейный телефон. Глючи так страшно, что капец. Ну, ничего. Попробуем поменять, что-то решить. В общем, расскажу вам, чем это все закончится. Купили два дня назад, так что должны, по идее, поменять. Но он реально там и плохо заряжается, и раздражается. И подглючивает, надо менять. Хочу показать вам одну вещь. Делают ремонт, велят в потолок. И застелили обязательно плитку, чтобы ее не захляпать. Вот это да, вообще супер. Ой, а я туда не пройду, придется идти через клеенку. Ладно, иду через клеенку. Цветочки красивые тут такие. Работает садовник. Да, вот это все выстригается. Это не просто кто-то, да, кто живет там в этом доме и должен это сделать. Нет. Это делает садовник, делает свою работу. Вон там парень тоже делает чистку. Там дальше, если вы видите, он ездит на трактор С, выравнивает землю. Там дальше работает галенокосильщик. Получается, эта вся работа оплачивается, оплачивается жильцами щедля. Полностью этого всего щедля. Это как административный сбор, что-то типа того. То есть есть оплата за коммунальные. Есть оплата как кауция, это называется. То есть вы платите за то, что у вас чисто в подъезде, за то, что у вас обслуживается лифт, за то, что у вас чисто во дворе, не вывозится мусор отдельно. Ну вот такие вот моменты. Это все входит в стоимость, вот эта вот, которая называется кауция. То есть обычно, когда сдают квартиры, ты пишешь цену сдачи, а кауция дополнительно идет. Может включаться коммунальная, может наоборот такая кауция быть. То есть это вот такие вот моменты, которые нужно заранее читать в объявлениях, когда вы ищете квартиру на съем. Или кауция входит в стоимость, или она будет отдельно. Обычно кауция примерно в районе от 300 до 500 злотых. Это если с коммунальными все вместе. Там не учитывается аренда гаража. То есть это не могут коммунальные, вывоз мусора плюс-минус может туда входить. Смотрю, как с квадратурой, потому что вывоз мусора зависит от квадратуры и от количества стоков воды. Ну, в общем, есть свои нюансы в этом. Ладно, пошла. Там шумно очень, не пойду туда дальше. Я возвращаюсь и пойду сейчас в другой двор пройдусь. Доброе утро. Ешь, Паная, на узде подрываюсь, подрываюсь и захотю встать. Доброе утро. Доброе утро. Мокренькая. Ой, как сладко поспала. Давай я тебя сейчас переставлю, и ты будешь смотреть, куда мы едем, да? Эй, тут будем мокренькая-мокренькая головка. Элина, 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 Эй, Тотечка. Ой, козел и мамы за ручку. Голубоглазка. Ты останешься голубоглазкой или ты поменяешь цвет глаз как девчонки на мамины? Ты останешься с папиными глазками или поменяешься на мамины? А что это за принцесса такая? На чё-то она сидит? Ой, какой у тебя стульчик. Мы сразу две снимаем. Костя, начинающий влогер. Подписывайтесь на канал. Мамин тоже. Именно мамин тоже. Папа, традиционно. Нет канала. У тебя есть канал, просто ты туда ничего не записываешь. Давай мы тебе сделаем подборку из того, как я тебя снимаю и когда ты кушаешь. Тебя же в каждом влоге кушаешь. Нет, еще вот так, когда ты так снимаешь. Полиночка пельмешки заказала. Папа борщик, он уже съел. Я закончила. Мой борщик. Не было борща. Гластина себе гречку. Гречку. Молодец. Только пока у тебя не подписаться, понятно. Упса. Доброе утро, суббота. Четвертое сентября. И с днем рождения меня. Не, не так. Доброе утро, суббота. Четвертое сентября. И с днем рождения меня. Вот так-то лучше. Мой праздничный завтрак ничем не отличается от обычных завтраков. И это прекрасно. Ням-ням-ням. Мама. Что ты там собираешь? Чудик. Я начинаю себя баловать подарочками. Давно хотела себе на ногу такой браслетик. Вот он стоит. 23 злотых купила. И купила себе вот такую штучку на шею. Я выбирала между одним кулончиком и таким двойным. Как бы двойной цепочкой. Мне это больше понравилось. Это чистое серебро. Цена 60 злотых. Куда мы могли прийти в мой день рождения? Только сюда. Что ты выбираешь? Я себе возьму эклерку. Точно. Убери мокрочки. Ой. Наклонись и посмотри, там снизу еще есть. Вот это черненький. Джек Дэйнас, это алкогольная зайка. Чем мы занимаемся в день рождения? Делаем контент. Так. Ну что. Поздравляем меня с днем рождения. Я загадываю желание. Какое же такое самое заветное желание? Надо одно, которое повлияет на все остальные, наверное. Знаю. Загадала. Но загадать еще в каком году? Крутишь головой. А тебя давай бумеранг для инстаграма ставить. В ютубе есть теперь инстаграм. Майкл Корс. Мы приехали. Только где-то здесь должен быть паркинг. Тебе не показывают, где паркинг? Ты за ним? И супер. Тут что-то знаю. Да, там. Перекры, да. Тут где-то есть за ним паркинг? Я видела по карте. Может, мы туда заехали? Может, было. У нас должен быть Кельвин Кляйн. Ральф Лоурен, Томихо Фингер, Найт. Так. Как здесь прикольно. Эти фонарики посередине. Гесс. Сразу же ухода тебе. Гесс. Фурла Сваровский, Лакост. Ральф Лоурен. Сразу же в начале. Я хочу Майкл Корс. Вот почему. А что это? Это как раз такие пустые рыбачки. Все это дело. Интересно сначала. Какой-то ремешок смотрит. Так интересно здесь все сделано, как такой квартальчик. Прикольно так. Туда пошло. Да. Ну, как, знаешь, как рынок. Как в европейский рынок какой-то. Да. 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 Это 12 фонарь. Мы пришли на фудкорты. В общем, прежде чем делать покупки, решили покушать. Решили покушать. Ой, что там, зайка? Что ты хочешь? Это не картошки. Это не картошки. Это те, что ты любишь. Не трогай. Это копытка. Та-да-дам. Наши заказы. Знаете, что? Вот моя тарелка. Видно, да? Я очень люблю овощи гриль. Рыбка и картошечка. Ну, это просто блаженство. И мой лимонадик. И моя меринга и картошка. И кто-то здесь. И по итогу мы заплатили 98,94. Здесь еда на весы. 100 грамм 4,90 стоит. 4,99. Ну, короче, 5 злотых. И вот сколько она весила, такая выходит цена. Цена за пепси 6 злотых. Меринга. Потом мы поменяли на пепси и лимонада. Ну, вот просто мы взяли. А Валерка пошел себе взять ребрышки. И мясо такое вкусное. Он там увидел. И может салатик еще какой-то возьмем. Сам умею. Удобно вам, сударыня? Нет, это не твоя. Ура! Мы пришли. Я пошла. Дверь закрыта. Так интересно, здесь дверь открыта. Здесь закрыта. Ну что, я пошла. Удачи мне. Удачи мне. С парусюмкой. С парусюмкой? Я бы с удовольствием. А, подожди, там другой вход. Валерка, вход здесь. Мне очень нравится вот эта сумка. Она может носить ты вот так. Смотрите, цена была ее. Полторы тысячи, стало 629. Вот не знаю, мне эта нравится сумка. Нравится еще вот эта. Тоже очень классная такая, масенькая. И она тоже вот на скидке. И нравится еще кошелек. Мы пришли в Поку-малюха, делаем небольшой рум-тур, как всегда. Здесь у нас, смотри, теперь у нас есть столик, такая подстилочка, умывальничек, смеситель, мыло, дезинфектор, микроволновка. Здесь мыть руки. А что, надо мыть руки? Да. Это для Манюсика, смотри, как крутое. Смотри, какие маленькие туалетики. Все, бери, закрывайся. А я буду кормить сейчас. И вот так вот здесь журавчики. В общем, я себе сделала крутейший подарок. Я себе взяла сумку. А Валера мне подарил кошелек. Класс. Супер. Ну все, пока-пока, торговый центр, который принес мне много радости. Как здесь красиво, как в Англии. Вот, ну что это похоже, на английский кварталик. И там что-то красивое. Мы туда так и не попали, мы целый день провели в покупках. А это паркинг. Круто. Идем. К завершению дня мы сегодня хотели еще, конечно, попасть в ресторан. В один кафешку, ресторан. Это моя такая мечта. Тарахтает наша машина Т-2000. Это такая была моя мечта еще от дня приезда. Вот почему-то вот для меня она... Ну мы пойдем тогда завтра, я вам завтра уже все расскажу. Дома кушать нечего, хотели попасть в сабвей. Сабвей закрыт уже, уже поздно, все до десяти. Сабвей это такие бутерброды прикольные. Мы увидели сегодня, как их готовят. Ну почему-то, ну в Аркадии они есть, мы никогда не обращали внимания. А это мы просто увидели, как они готовятся, запекаются, это все. И оно такое прям... Я Валерке говорю, давайте... Мы же сели в машину, говорю, давай вернемся в торговый центр и возьмем. Он говорит, а ну по пути. И по пути, в общем, все были уже закрыты. Короче, уже было поздно. Куда ужинать приехали? В Макдональдс. Но зато в Макдональдс я решила заказать что-то новенькое, то, чего я еще не пробовала. В общем, если день все новенькое, значит все новенькое. Даже если в одной и той же кафешке. Девочки уже брали свой чизбургер. Они же бургер, хамбургер обычный. И наггетсы. Итак, что же я там назаказывала себе сегодня новенькое? Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Булочка с черным сезамом. И что там? Сколько вкуснятик? Сыр камамбер. Это же надо почистить. Давай, ставь своё капутцо. Можно в носках? Ну, тоже ты в носках будешь. Ага, видишь, по диагонали. Чётенько, у меня размер А4. Какой у вас размер стопы, длина стопы? А4. Не, поставь по диагонали. Так чёт, посмотри, от начала и до конца. Да, мой размер А4. Поняли, девочки, вы смотрите, знаете кого? Папину стопу вы смотрите. Ку-ку, доброе утро. Ну, 28,5, по-моему, длина стопы. Нет, ты посмотри, ты посмотри, это до миллиметра. Видишь? Мне кажется, если бы ты обводил, было бы больше чуть-чуть, нет? Ну, короче, замери, 284 миллиметра, по-моему, длина А4 листа. Какой у вас размел? В размел у меня А4. Давай, я хочу сделать ампакинг. Что сделать? Ампакинг. Что это? Распаковка. А, а я так при чём? А ты будешь снимать. А чё ты меня снимаешь? Я подумала, что сейчас я тебя снимаю, а потом ты меня будешь снимать. А где рулетка наша? Сантиметровая лента. Вообще линейка лучше, а не рулетка. Ну, вообще, да, а здесь линейка? Да, вот здесь, в верхней шуфляде. Ой, наконец-то я эту сумочку выкину в сад. Она, конечно, очень классная, очень удобная, но, блин, разошёлся в замок. А здесь большая линейка? Была, если девочки к ней не добрались. Кристина! Была? Девочки к ней не добрались. А вы линейку брали большую отсюда? Эээ, как бы, наверное, нет. Да ладно, нет. Кристина, отойди. Какую линейку ребёнок носит в школу? Получается, идеально ровные линии, Кристина? Идеально. Самые ровные линии. Кристина, надо выровнять линии. Ой, девочки, вырасти. Кстати, хочу вам показать, что я купила на распродажу, увидела в Кэрфуле. Вот такие две баночки. Да, да, помогай, моя. А это я в Бедронке. Очень хотела, я не могла здесь найти, в обычном офисном магазине. Думала, на Украине куплю. В Украине, на Украине. Но там не было такого. Я хотела, чтобы именно вот так было, видите? Внутри были отделы для документов. И здесь их можно подписать, наклеечки наклеить. Вот здесь, видите, можно наклеить наклеечки. Где какой документ, и ты себе ищешь. Там есть внутри, вот, жёлтенькая, это наклейки. Мне очень удобно с такой вот ездить в Украину, например, на каждого из нас документы. Нам нужно там и децизии, и куча-куча всего, и засвечения со школы. И это всё вот так вот ложится, и при необходимости достается. Очень удобно. Я себе такую купила. А вот это я давно искала, что это такое подобное. Но я его буду использовать чуть-чуть для других целей. Дай покажу. Вот эту маленькую я так и буду использовать для ватных палочек. Вот таких вот тоненьких. А большую я буду использовать для ватных палочек, но таких потолще, которые. Видите, вот так вот. Вот это для маленьких. Это для тех, которые ушные такие большие, знаете, толстенькие. Вообще круто. У меня сейчас будет самый-самый приятный анпакинг в жизни. Это просто аж шишки трясутся. Это шо, чё, он ещё не трясётся. Как у блогера, знаешь? Так ноги подкашиваются. Не, ну я была готова к ценам, в принципе, когда я шла в магазин. Но меня порадовало, потому что была ещё дополнительная скидка. Поэтому, 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 поэтому. Я просто настроена была купить себе брендовую сумку. Я была готова подать деньги на брендовую сумку. А может вообще, какой-то кошельочек? Сейчас я вам всё покажу. В общем, с чего начнём? Начнём, наверное, с кошелька, потому что сумка прямо упакована-упакована. Что идёт здесь? У меня здесь два документа. Ну, это я сделала на такс-фри. Я не знаю, или нам это было написано. Нет, но на всякий случай я сделала. Прямо три месяца у меня есть, чтобы оформить такс-фри. Это мои данные. Кошелёк. Я выбирала, на самом деле, между тремя вещами. Я не помню, где я сделала съёмку вчера, потому что я была в этих всех эмоциях. Я выбирала между кошельком, между сумкой и между ещё маленькой сумкой через плечо. Туда влазил только телефон. Я, по-моему, вам снимала. Телефон, пару карточек. И есть для денег было дело. И потом я не могла выбрать и решиться. Я пошла, взяла Валеру и говорила, Валера, помогай выбирать. Я вам показала все три вещи. Я вам сказала, давай так, ты бери себе сумку, а я тебе подарю кошелёк. А вот эту маленькую потом когда-нибудь ещё буду. Ну, вот так мы и решили. В общем, кошелёк. Он бомбический. Осталось всего три штуки. Я, естественно, забрала один. Осталось всего два. И глаз что-то попало. А слезы не льются, а то хоть пыль пойдёт в глаза. Вот так. Это классика. Майкл Корс. Просто брошка такая. Это всё кожа. Ну, прям вот берёшь в руки и чувствуется, что это прям вот... Ну, качество-качество. Так. Теперь. Тут запаковано всё. И Лиду на ходе плачет. Такая вот ручечка. Можно её отстегнуть. Можно, чтобы было с ручкой. Можно без. Кстати, можно поискать. Может, у них есть какая-то длинная такая. Правда? Можно. Пробовать. Интересно. И вот так будет тогда. Может, у них есть. Слушай. Точно. Идея. Открываем. Этот кошелёк я выбрала за его много функциональностей. Смотрите, сколько здесь всего. Вот так вот. Во-первых, есть для прав. Карт-места. Куча-куча карточек. У меня есть много карточек. Плюс у меня карты по быту, которые мне нужно всегда носить с собой. Правда, паспорт сюда... Ну, он влазит, но он так прям... Ну, так туго-туго влазит в паспорт. Ну, в общем. Отдел для карточек. Тут ещё какой-то отдел. Ещё тут отдел. Здесь вот тоже много отдела для карточек. Потом такой отдел. Для денег с замочком. Ещё один отдел. Ещё один отдел. Смотрите, сколько всего. Это просто там бомбически. Это был самый-самый такой навороченный кошелёк, который там был. Ну, он и самый большой, конечно же. И когда я убирала сумку, проверяла, чтобы кошелёк в неё влазил. С трудом, но влез. Так. И поехали. Вот так она выглядит. Смотрите. О, это фантастика. Это просто, это... Мэджик! Мэджик! Мэджик, мэджик, мэджик. Так. Теперь я понимаю, почему есть такая-то такая. Ну, ощущение интересное, когда ты покупаешь такую вещь, когда ты её распаковываешь. Пакетик. Из одной сумки можно марклату раздавать. Смотри, какие тут эти тумусы. Вот так магазин мусор выносит. Так. Вот такая. Майкл Корс. И здесь самое интересное, я вчера заметила, в некоторых местах встречается... Ну, покажи. Может, я найду где-то 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 где-то. А вот есть. Майкл Корс, Майкл Корс, Майкл Корс. Да, вроде бы так, ну, всё одно монограммное. Как оно правильно называется? Вообще не помню это слово. А посмотрите внимательно здесь. Майкл Корс. Видите, так у меня изначально появилась надпись. Где-то тут ещё. Она должна быть встречаться периодически. Это надпись. Слушай, Майкл Корс. Она так дальше всё любит в глазах. Вот тоже Майкл Корс. Вот Майкл Корс. Сразу же не заметишь. Вот тоже. Интересно. Это, наверное, типа, как проверка бренда или что? Интересно. Смотрите. В общем, сумка эта... Я бы назвала два в одном. Ну, во-первых, она может носиться как классический вариант. Вот таким образом. Маленькая, удобная. Материал, конечно, бесподробный. Дальше. Вариант, который я, в принципе, искала для меня более актуальный сейчас, которыми чаще пользуюсь. Это вариант вот такой. Это вот так. Я, конечно, с пижами. Под такую сумку моя пижама у Лёхи не смотрится. И вот такой вариант. Через пычок, как я люблю. Как я сейчас очень много ношу. Это же классно. Потом. Здесь внутри нет таких кармашков, как у меня было в парфус. Но парфус буквально на сезон не хватает. Не затирается очень сильно. Внутри есть обычный отдел. Потом здесь отдел вот с таким кармашком и на замочке. Вот кошелек я вчера пробовала. Обычный отдел. Он не влазит. Ну, так. Ну, так. Можно попробовать. Ну, чего? Ну, если каждый раз его впихивать... Если каждый раз его... Если каждый раз его так засовывать-высовывать, то вы понимаете, что, скорее всего, прошивке внутри придет конец. Поэтому мы его будем ложить сюда. И сюда... Черт. Ты что, ты его мучаешь? Кстати, надо от него прятать, потому что он очень любит кожу. И шляпок похожий. Видите, стыдите? Чертенько. Шалемчик. Все, возможно. Ой, Боже, я не могу. Это просто... Это первая брендовая сумка в моей жизни. Первая. Первый брендовый кошелек в моей жизни. У меня еще никогда не было брендовой сумки. Ну, цена, во-первых, да. Если везти ее в Украину, я не знаю, какая будет цена. Потому что сумку... Я вам показывала вчера цену. Сумка 600 с чем-то золотых. Кошелек 329. Я запомнила. Кошелек, а сумка 670. Это чек тоже. Кошелек 325. А, смотри, дешевле кошелек. 325. Думала, 329. Нет, ну, 400. Сумка 629 золотых. А ее цена 1600. Ну, то есть, это вот в этом магазине. Во-первых, от лета. Во-вторых, у нее была какая-то акция 100%. Но это не меняет ее оригинальность. То есть, ну, не знаю. Есть какая-то в этом... Что-то вот такое есть вот в этой покупке такое. Ну, не знаю. Ты становишься как-то сама для себя. Какой-то более значимый. Ну, я сделала себе подарок. Просто я очень хотела. И я подумываю о том, чтобы перейти максимум на качественную брендовую одежду, обувь. И не покупать каждый раз кучу-кучу. А купить там пару вещей таких актуальных, которые будут носиться просто очень долго. Сумка, я уверена, будет носиться долго. Потому что здесь, ну, просто ты пробуешь это качество. Ты как мои найки. Вот Валера мне подарил найки. За сколько ты их подарил? Я думаю, что они за 400. Ты говоришь, они дороже. За сколько мы их купили? Там где-то около... Около 600, по-моему, злотых. Ну, это просто. Это не сравнить с обувью за 100 злотых и за 600 злотых. Ну, не сравнить. Это просто. И, по-моему, я уверена, тем более обувь, это обувь, в которую вы ходите. Но сумка, она же, вы в ней не ходите, не стоите, да? Я уверена, что сумка это просто, это как на всю жизнь потом будет. Поэтому метр из шесть я смогла позволить себе в данную сумку. Я еще хочу купить ремешочек. И рюкзачочек маленький тоже мне очень нравится. Ну, не знаю, для этой фирмы, для другой. Я счастлива. Я счастлива. Я счастлива. И желаю, чтобы ваши мечты сбывались. Не обязательно ставить себе мечту делать какую-то сумку. Я никогда не мечтала о брендовой сумке. Ну, никогда. Но вот тут вот я захотела себе. И как-то вот я пришла к этому этапу, что я хотела себе брендовую сумку. Вот почему-то мне это захотелось. Это не под влиянием каких-то там внешних факторов в соцсети или еще чего-то. Это мое личное, внутреннее. Но мне она действительно очень нравится. Обычно брендовые сумки, они очень такие, знаете, ну, специфического дизайна. Дешевая, а более бывает, наверное, прикольнее там. Ну, вот мне она понравилась. Очень. Еще и в розовом цвете очень красивая. Но не было такой сумки в розовом цвете. Есть русачок у розового. Поэтому пусть ваши мечты, та, которая вас делает счастливой. И не просто счастливая, а та, которая вам самим лично докажет, что вы достигли какого-то этапа в развитии, в своем личном, да. Потому что одно дело там, хочу себе что-то купить, а что это за собой тянет. Вот если это покупка, если этот подарок сам себе, или если вам кто-то подарит какой-то подарок, который вы мечтали, который поднял вас лично, вашу личную самооценку на ступень выше, тогда это просто, даже если это будет просто ручка, не знаю. Но в подарке смысл не сама вещь, а то, что она делает внутри вас. Потому что, ну, это бесценно. Вот я сейчас держу эту сумку, и я понимаю, что я не хочу останавливаться. Это, конечно, такая сумка не в автобус, не в маршрутку. Это сумка уже для машины. То есть, ну, ну, как бы есть свои нюансы во всем. И поэтому, а если есть такая сумка и есть машина, то как-то уже, ну, я не знаю, это похвала сам себе за все, за все труды, старания, за все стрессы, за все провалы, за все неудачи. То есть, это такая вот, уже прям, держи, я не могу. Ну, что, значит, хотела? Я очень ее хотела, и я счастлива, что была такая скидка, и я смогла ее позволить. Потому что, если бы она была дороже, я бы ее уже не купила. Я бы о ней такое мечтала. Супер. Приключайся. Надя, на сумку. Мне было жалко. Это моя сумка, только ремешок. Ну, шок надо купить, только еще осталось. Ой, классно. Ну, как она разрывается? Ты дорогая сумка. Ты дорогой сумка. И нам и обошелся дорого 12 лет назад. Ты дорогой сумка. Самый дорогой. Ты сумка дорогой. Я рада, что я все-таки приняла решение ее купить. Хотя я стояла на ней, ну, знаешь, ссыкотно трошки вы потратите 620, здесь еще 30 злотых. Как бы ты это понимаешь, что вчера мы смотрели по объявлению ауди сколько, полторы... Ты же снимаешь? По объявлению ауди полторы тысячи злотых стоит. Вот я купила полауди. Ну что, сажусь за монтаж. Как же ж это же догнать, эти все влоги. Ну, я, я, я стараюсь. Погнали. Смотрите, как это прикольно смотрится. Супер, да? Вот тут должны быть спонжики. Но у меня для спонжиков есть вот такая штучка. Мне, в принципе, супер хватает ее. И классно. У меня прям начинается. Люблю, как это все аккуратненько, красивенько. И грязное зеркало. И я его мою каждый день. Но это нереально. Девочки чистят зубы вот этими своими щетками. И такое ощущение, что они прям специально на зеркало им рызгают. Петь. Тут у нас небольшие воспоминания. Площадка, возле которой мы жили. Там поликлиника сразу же. А вот дом. Да, мы делали пикник. Это дом. Это наша первая квартира в Варшаве. Мы пришли. Куда? В это место. Вот тут я хочу. Я мечтала здесь покушать. Очень. Мы когда переехали, и у нас не было жилья, мы в Аркадии, можно сказать, жили на площадке. Вот на этой площадке девочки игрались. Наверху, там где фудкорт, мы там кушали. И получается, здесь можно было целый день находиться. Туалеты есть, все есть. И я в этот момент сидела в интернете, искала квартиру, делала созвоны. То есть договаривалась о том, чтобы прийти, поставить квартиру. Или нам дадут, или не дадут. После пяти я уже начинала искать квартиру на ночь, где мы можем переночевать. Утром мы выезжали. И опять приезжали сюда. И продолжалась эпопея. И для меня вот это место, вот я, вот когда я здесь была на площадке, сидела, смотрела, как люди здесь кушают, да. И для меня почему-то это место стало таким, знаете, как... А я не брала ключи. Ты не брала? А где, я не знаю, я не нашла свои ключи дома. Может, они где-то в сумке есть. А они в дом, ай, мы не взяли. Они в дом, там где деньги. Нет, это запасные. Это запасные. Я не договорила. Для меня это... Вот я когда сидела и смотрела, как, ребят, здесь люди сидят и кушают, я считала, что если я уже смогу себе позволить здесь посидеть и покушать, то для меня это будет какой-то, знаете, как ступень, на которую я поднялась. То есть какое-то поднятие по статусу. Ну, не то, что по статусу, а вот что, ну, не подобрать слов. Вот когда вы что-то делаете, 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 и вы понимаете, ставите цель. Если вы ее смогли достигнуть, значит, вы как бы сделали... Ну, то есть вы потрудились со славой, да, пожинаете плоды. То же самое для меня. Я вот так хотела сюда попасть, хотя мы могли же давно сюда попасть, но, в принципе, здесь недорога, но я очень хотела сюда попасть, и у нас в один день, и так знаково. Ну что, как всегда, обзор туалета в ресторане. Два умывальника, две кабины, одна и вторая. Очень интересно так все. Знаете, как в нем цахал, аутентично. И два зеркала. Сейчас покажу вам, что мы заказали. Только нам принесут, я вам обязательно покажу. И сегодня, знаете, что классно, что выходные меню для детей идет бесплатно. Мы взяли бульончик, картошечку с куриными филе панированными и на лесничке с сыром. И это все идет бесплатно, так как мы делаем у них заказ. Круто вообще. Ну что, первый обзор того, что мы заказали. Ну, первый. Ну, в принципе, мы больше ничего не заказывали. У меня картошка. Это пол курочки печеной. Такой вот соус. Вот это интересное. Это квашеная капуста, но не простая. А, мать, горячая. Я первый раз такое ем. Ну, реально прикольно. У Валеры ребрышки в сливовом соусе, в соусе барбекю, картошечка, сурубка. Это салат из свежей капусты. И пошло детское меню. Это росу, бульончик из курочки с макарошками. Это будет кушать Полинка. А потом покажу, что принесут Кристине. Как еде. Да. Вкуснее, чем в старом городе. А мы там и ребрышки брали. Мы там, не, мы там и ребрышки брали. Сравнивать это сложно. Потому что там была говядина, медиум, прожарки. Это сложно ставить. И по меню, по ценам. Вот что вышло. 110. Ой, ручки замерзли. 111 злотых получается. Сейчас мы еще и вы положим. Ну, смотрите. 13 злотых. Это мое пиво. Я всего 8 злотых. 55 это ребрышки Валерины. Курчачек мой это 26, это курочка. И 9 это сурубка. Все. Детское меню. Вот, например, бульончик пошел бесплатный. Бегут. Бегут. Возьмите еще один стульчик, только тихонечко, пожалуйста. Девчонкам принесли вот из детского меню картошечку. Вот таких два филеечки жареные. Не, вам... Да. Это детское меню специально. Если мы берем заказ, то меню бесплатно детское. Вот это все, что вы сейчас едите, бесплатно. И вот эти блинчики тоже. Ну, блинчики мы с папой заберем, съедим. Вы хотите? А не с творогом. Попробуйте себе. Да. Один на двоих можете взять. Угу. И морковочка. На, попробуй морковочку. Она теплая. Не, большая. Она может быть сладенькая. Я больше не сладенькая. Ну, попробуй. Вкусно? Угу. Ну, все, оставляй кушать. На, это твоя понятелечка. Ешьте мяско. Это не рыбка, это мяско. Что? Мясо. Чтобы вы себя понимали. Свое он съел. И пошел за детский стол. Я сейчас так пройдусь поставлю. Да уже не по кому идти. Уже все пусто. Но последний. Нет. Но внутри это не считается. Это божественно вкусно. Всего лишь за... Валера доказывал, что 29 злотых. Все-таки посмотрю, почем мой курчачек. 26 злотых мой курчачек. 26. Это прям очень вкусно. Вот очень вкусно. Усю, наелись. Так вкусно. И замерзли. Но наелись. Идем домой. Сейчас буду собирать Кристине сумку. Она завтра в 6 утра уже должна быть... В 6.15 уже должна быть утра. В 6.15, ну да. Уже должна быть в школе. Они едут в зеленую школу на 5 дней. Нужнее все собрать, чем она. Украл велик. В общем, собираю ее сумки. И она завтра уезжает. И немножко помонтирую в ложечек. Осталось мне. Я сегодня буквально за час смонтировала с понедельника по четверг. Осталось пятница, суббота, воскресенье. Но самое насыщенное в этом влоге воскресенье. Потому что там Кристинка на день рождения. Я не буду все показывать. Я на ее канале лучше сделаю видео. С ее день рождения. И как они ее праздновали. И как она искала подарок свой. Ну да. Все чуть-чуть покажу вам. И завтра будет ложек.